За звание лучшего в нелегкой профессии учителя в этом году боролись 9 школьных преподавателей. В течение недели, пока шел конкурс, они состязались в различных номинациях. Во-первых, это открытый урок. После открытого урока самоанализ данного урока. Это первый день конкурса. На втором дне конкурса каждый представлял свою педагогическую программу, по которой он работает. Как вы думаете, нужны ли такие конкурсы, нужно ли их вообще проводить? И чему они учат? Что они дают? Данный конкурс очень много дает для учителя самого, потому что он видит, знакомится с такими же коллегами, как и он, принимает очень большой, богатый педагогический опыт. Данный конкурс у нас всех участников сплотил, подружил. Мы друг друга узнали. И действительно, я хочу сказать, у нас в районе очень высокий педагогический потенциал. Как вы оцениваете свои шансы на первое место? Вы знаете, вот я смотрела своих коллег, они все хороши. И мне кажется, что в этом конкурсе, хотя будут победители, но все они победители. И трудно сказать, кто лучше, все лучшие. Заключительная часть районного профессионального конкурса «Учитель года-2011» состоялась в актовом зале школы номер 25 Посека и НЭМ. На торжественном закрытии присутствовали представители районной администрации, делегации школ Тахтамукайского района и ученики. В знак благодарности школьники приготовили конкурсанткам прекрасные номера. Мы приготовили два номера. Один очень интересный и смешной, а другой немного посерьезнее. Можешь вкратце и рассказать о них? Ну, один телефон, он как бы рассказывает о проблеме, очень популярный сейчас на уроках. На уроках дети по телефонам разговаривают, играют. Это просто переделанная популярная песня. Ну, как бы мы считаем, что это будет интересно и весело. Сегодня учитель должен не только обладать специальными знаниями, но и осознать глубокие перемены в обществе. Очень важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Работа, связанная с людьми, всегда требует больших усилий, а дети – особый случай. Для меня учитель – это, не знаю, как мама, наверное, потому что они учат нас всем просто. И я благодарна своим учителям. Я из Шинджия, вот в Шинджии очень хорошие учителя. Я их очень сильно люблю. Ой, учителя – это, конечно, наше все. Хотя мы мотаем им нервы очень часто, но мы их все равно любим. Ну, учителя, пускай, остаются всегда такими же добрыми, и хоть они иногда и строгие, но это наоборот, да, но это наоборот для нас лучше. Быть учителем – это божественное призвание. Мы по праву гордимся своими лучшими школами, заслуженными учителями и учениками, прославляющими наш Тахтамукайский район. Спасибо вам, милые конкурсанты, за достижения, за музыку и таланты. О них не забыть нам уже никогда. В пример вас приводим мы всегда. Пусть славятся чаще ваши дела. Участникам конкурса – честь и хвала. После торжественных и теплых слов на сцену были приглашены участницы конкурса. И тут, как и на открытии, все в зале их встретили бурными аплодисментами. Стоять над жизнью, молодой, храня прекрасное единство, честь вековая, долг святой, учительство и материнство. Научитесь детям доверять. Каждый шаг не надо проверять. Мнения и советы их уважайте. Дети-мудрецы, не забывайте. И всегда надейтесь на детей. И любите их душою всей, так, как невозможно описать. Вам тогда детей не потерять. Сегодня в такой волнительный и знаменательный для милых конкурсантов день ведущие церемонии провели экзамен. А это событие всегда волнительное и серьезное. И здесь наши учителя проявили себя с лучшей стороны. Но сейчас мы проведем маленький экзамен. Но в отличие от того, что обычно студенты, когда заходят на экзамен, ученики, они вытаскивают билет. А здесь я буду задавать вопросы, они будут вытаскивать экзаменационные ответы. Дина Николаевна, возможно ли для вас появление любимчиков в классе? Даже в мыслях такого не было. Сульет Рашидовна, можете ли вы использовать на уроке указку, как холодное оружие? Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае. Вот это да. Маргарита Викторовна, будете ли вы будить ученика, если он уснет на вашем уроке? Извините, может быть, я подумаю над этим. Маргарита Викторовна, можно ли на ваших занятиях пользоваться шпаргалками? Возможно. Это будет зависеть от моего настроения. Зарьет Нурбивна, допускаете ли вы жалобы на ученика его родителям? Не дождетесь. Оксана Петровна, можете ли вы себе позволить опоздать на урок? В этом мире, возможно, все. Марина Владимировна, рассказываете ли вы на уроках ученикам анекдоты? Ишь, чего захотели. Марина Адамовна, можете ли вы не появиться на урок? А почему бы и нет? Гаяна Врежевна, можете ли вы запеть на уроке? Зависит от того, в каком настроении проснулся. И вот наступил самый долгожданный и торжественный момент вечера. Для приветствия и награждения победителя конкурса «Учитель года» слово предоставили заместителю главы администрации Тахтамукайского района Юрию Яхутыль. Когда смотришь на наших преподавателей, вот это ощущение, что они войдут в горячую избу и остановят кого-то на скаку, смотришь на этих конкурсантов, милых дам, и это ощущение уже превращается в реалии. Я помню, как они скромно, боязливо поднимались на эту сцену. И сегодня, как уверенно преобразившись, явно преобразившись, сегодня они вступали уверенной походкой на эту сцену. И пусть вам всегда в этой жизни будет запускать успех и исполнение всех желаний. Я считаю, что все, кто сегодня вышел на эту сцену и несколько дней тому назад, по праву должны быть победителями вообще по определению. И понятно, что кто-то будет первым, кто-то будет не первым. Не это самое главное. Самое главное, что вы стали победителями внутри себя, выйдя на эту сцену и из ее желания участвовать в этом конкурсе «Учитель года». Надеюсь, что и в последующем мы вас увидим не единожды на этой сцене. Ну и призываю сильную половину присутствующих здесь не прятаться за спинами, а принимать самое активное участие в этом конкурсе. Я надеюсь, что в следующем году, дай Бог, если я буду в этой должности и буду иметь возможность присутствовать, я надеюсь, что мужскую половину в этом конкурсе мы добровольно, в обязательном порядке увидим. Я так понял, что женская половина не возражает. Ну а теперь позвольте объявить победителя, я так понял, да? Итак, победителем районного конкурса «Учитель года-2011» признана невероятная победитель. Я всех участников конкурса поздравляю с участием. Естественно, победителя конкурса – это преподаватель начальных классов средней школы номер 25. Но вот сегодня прозвучало желание поменять название конкурса. Честно говоря, я поддерживаю. Понятие «фестиваль», наверное, для данного мероприятия больше подходит, потому что в ходе проведения конкурса идет обмен опытом педагогическим. Преподаватели обогащаются, приобретают определенные методические навыки, новые, которые до сих пор они, может быть, и не знали, и применять могут в последующем. Но самое главное, мы видим, что это праздник, большой праздник для всех нас, преподавателей. Для вручения переходящего приза, символа мудрости «Хрустальная сова» на сцену была приглашена победитель конкурса «Учитель года-2010». Пусть все цветы сегодня только вам, пусть близкие коллеги поздравляют. Вы заслужили этот звездный час успеха, мира и любви вам всем желаю. А победителю из лучших лучшей передаю «Хрустальную саду» с желанием, чтобы она вам много-много счастья принесла. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я пришла на конкурс, показать себя с достойной стороны, а такого результата я не ожидала. Но спасибо своим коллегам, которые мне помогли. Спасибо вам, Мила Генриховна, Лидия Григорьевна, Лизниченко Виктор Промбович, спасибо, Дарьяна Григорьевна. Спасибо, вы меня так поддержали, а вообще было очень страшно. А такие конкурсы нужны, появляются новые друзья и становишься, мне кажется, на ступеньку выше. Не бойтесь, сейчас будет. В нашем коллективе трудятся учителя, которые всегда в творческом поиске. И Гайна Еврежевна один из таких талантливых педагогов. Стаж работы у нее уже 15 лет, хрупкая девушка, но тем не менее опыт и желание работать, именно совершенствовать свое мастерство в этом плане, наверное, это то, что ее прежде всего отличает. Когда мы получили согласие, предложили Гайне Еврежевне участвовать в этом конкурсе, и она сомневалась, и все-таки мы получили ее согласие участвовать в этом конкурсе. В принципе, мы видели ее волнение. Мы тоже волновались, старались помочь, чем могли. Ну, честно говоря, мы надеялись на такой результат, потому что мы уже много лет наблюдаем за ее работой. В принципе, видели, что она достойна для того, чтобы не только участвовать, а именно победить в этом конкурсе. Поэтому мы просто счастливы сегодня. Коллектив наш необычайно испытывает такое радостное настроение, потому что Гайна Еврежевна все-таки оправдала наши надежды. Санья Тханахок, Георгий Кузнецов, Муниципальные вести, Тахтамукай.